Добрый день, дорогие друзья! Страхи и беспокойства и Божьи утешения для нас, людей, тема этого небольшого видеорассуждения. И я не ошибусь, если скажу, что каждый человек, по крайней мере взрослый, ощущает влияние страхов и беспокойства в своей жизни. Это не зависит от расы, это не зависит от богатства материального, но воздействие страхов и беспокойства на жизнь людей, оно очевидно негативное и, естественно, разрушительного характера. Когда продолжительное время, хронический, страх войны, катастрофы, болезни, смерть, бедность, разводы, одиночество, безработица, голод, нужда, бессилие, несправедливость, воздействует на людей, то это приводит к пораженческому мышлению у людей. И начинает доминировать негативный, мрачный, депрессивный и нежеланный, как бы сказать, вид на жизнь. И вот это все, оно разрушает людей, не давая возможности им радоваться в жизни. И все больше и больше людей, они разочаровываются в том мироустройстве, которое они видят в новостных программах. И есть целые страны, где большинство людей выражают протесты, выходят с манифестациями, с какими-то акциями. И приводит это все больше и больше состояние людей в состояние как раз негативного духовного пребывания. И поэтому утешение от людей ждать не приходится. И здесь на первый план выходит духовное утешение для людей верующих. А Бог утешает верующих людей. И мы обратимся к Библии, и это будет у нас Псалтырь. И в Псалтыре в третьем, шестым стихом, стоят следующие слова. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». И в следующем Псалме, четвертом, девятым стихом, стоят следующие слова. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Итак, до тех пор, пока Бог проявляет милость к людям, к этой земле, к целой вселенной, человеку не нужно испытывать страха. И что бы ни происходило вокруг, человек должен держаться своей верой в Бога, что Бог все это видит, точно так же, как и Он, и даже больше этого. И Он не допустит над человеком праведным или верующим, скажем так, страха быть погубленным. А верующие люди, они будут уповать на Бога и знать, что жизнь человека, она не только в теле, и не столько в теле, сколько в духовном мире. И это очень важное утешение для каждого человека. Просуждайте об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.